МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из автобуса девушку заметил мужчина 73-го года рождения. Предложил подвезти ее до дома, на машине. И та согласилась. Задушив жертву, мужчина выбросил ее сумку у ручья, впадающего в реку Остриченко, вблизи деревни Малое городище Бежицкого района. А также забрал куртку потерпевшей и кулон с цепочкой. Раскрытие данных преступлений, совершенных в условиях неочевидности и вызвавших широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании, связанную с давностью исследуемых событий, отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных на первоначальном этапе расследования улик. В распоряжении следователя находились лишь данные, добытые в ходе осмотра места происшествия. Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени уже не могли подробно воспроизвести детали случившегося в октябре 2002 года преступления. На протяжении 18 лет следственными органами, а также сотрудниками Управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанное преступление. Были проверены различные версии, в том числе о совершении убийства родственниками или знакомыми потерпевшей, корыстный мотив совершения преступления, а также его совершение лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. На протяжении длительного времени органами следствия проверялся каждый родственник и знакомый убитой девочке, лица, ранее судимые за аналогичное преступление, а также все жители деревни, в которой произошла трагедия. Проведение оперативно-розыскных мероприятий затруднялось давностью происшедшего события, отсутствием возможности проведения ряда технических мероприятий. В мае 2020 года в рамках осуществления деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет работа по уголовному делу была активизирована и получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства несовершеннолетней. В связи с этим следователем Следственного комитета предварительное следствие по уголовному делу возобновлено. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета России по Тверской области с сотрудниками областных УМВД и УФСИЛ России оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. В частности, изъятые в ходе осмотра места происшествия вещи убитой были направлены в Главное управление криминалистики Следственного комитета России для проведения генетической судебной экспертизы. Согласно ее заключению, был выявлен генотип лица, совершившего преступление, а впоследствии и личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1973 года рождения, житель города Беженской Тверской области, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступления сексуального характера. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов регионального СК с сотрудниками областных ОМВД и УФСИН, человек, причастный к совершению злодеяния, был установлен. Так, изъятые в ходе осмотра места происшествия вещи убитой были направлены в Главное управление криминалистики Следственного комитета России для проведения генетической судебной экспертизы. По заключению экспертизы выявлен генотип предполагаемого преступника. Житель Бежицка, обвиняемый в преступлении, ранее неоднократно судим, в том числе за совершение преступления сексуального характера. Свою вину в содеянном не признает. Кроме того, в ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению кражи из автомашины в городе Москва. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В первый день лета, Международный день защиты детей, сотрудники Тверского специализированного дома ребенка Теремок устроили своим воспитанникам настоящий праздник. А помогли им в этом две, казалось бы, совсем не детские структуры. Главное управление МЧС по Тверской области и региональный следственный комитет. С момента своего создания уделяет огромное внимание защита детей. Главным девизом следственного комитета считается «Ни один ребенок не может быть одиноким». Сейчас в Теремке нашли свой дом около 50 малышей. Дети живут и воспитываются здесь со дня рождения до 4 лет. Традиционно в этот день я желаю только одного – от всего коллектива дома ребенка, чтобы каждый наш ребенок ушел в семью. Сотрудники МЧС и следственного комитета в гости к детям пришли с подарками. Высокой наградой отмечена и Татьяна Жомова, главный врач специализированного дома ребенка Теремок. Ей вручена медаль следственного комитета за содействие. Мы оказываем свой знак благодарности за эту замечательную, трудную, тяжелую, но такую благодарную работу. Примите с наилучшими пожеланиями. Непростой год пандемии. Врачи и воспитатели Теремка жили в стенах дома вместе с детьми. Главное – все малыши остались живы и здоровы. За минувший год на такой большой праздник взрослые дети собрались впервые. Мы каждый год стараемся детям сделать праздник. Но в этот год он у нас получился еще более ярким и масштабным. Мы в этот день сделали посыл праздника такой, что мы должны не только материально детей обеспечить, а обеспечить их безопасность. Исходя из этого, мы детей учим правилам безопасности с самого раннего возраста. На детскую площадку праздника пришли не только обитатели дома ребенка, но и воспитанники детских садов и школ, округи. Практически с момента создания следственного управления, шествами над этим домом, домом ребенка, нам доставляет огромное удовольствие помогать этим детям, сотрудникам этого замечательного заведения. Крохотные воспитанники теремка подготовили к празднику концертную программу. Хочется верить, что каждый из этих ребятишек обретет свой дом. А пока на их защите стоят серьезные люди в погонах. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ